Всем привет! В данном видео я расскажу вам про все секреты и пасхалки в игре School Boy Run Away, а также мы поговорим о вырезанных диалогах и предметах. За большинство материалов благодарю вот этих пользователей. Начнем мы с самого очевидного и известного, а в конце мы поговорим про самое секретное и про то, что знают единицы. Читы. Читы были добавлены разработчикам с версии 0.310 по 0.320. В новой версии их убрали на доработку. Скорее всего разработчик увидел функционал другого чит-клиента от некого киберхакера, так как в нем гораздо больше интересных функций. Чтобы получить официальные читы от разработчика, вам нужно пройти игру на три концовки. Сначала получить вторую концовку, сбежав через ворота, далее сбежать через крышу, это четвертая концовка, и сбежать через калитку, это пятая концовка. Все гайды на эти концовки есть на ютубе и у меня на канале. Далее, нам нужно найти газету и расшифровать код, который на ней написан. Этот пароль нужно вписать в панель управления после прохождения трех концовок, и у вас откроется функционал читов. Доширак. Это пасхалка, которая находится в компьютере Андрея, если запустить на нем метель. Ничего необычного, просто забавная пасхалка. Его также можно съесть. И тогда разгневанный маньяк скажет такую фразу. Кто сожрал мой доширак? Люк. В игре он находится в кладовке. Неизвестно, для чего он нужен. Возможно, с ним получится взаимодействовать в следующих актах. Сейчас же его невозможно открыть никаким образом. Газета. Ее вы встретите на чердаке дома. На ней имеется запись о пропаже некого Евгения Анатольевича, а также кроссворд и секретный шифр. Он нам понадобится для получения читов. В нем виден текст, написанный с другой раскладкой клавиатуры. Чтобы его расшифровать, нужно просто напечатать те же буквы, но на русском языке. Получится фраза. Это секретное сообщение. Введи данный код в панель управления, чтобы разблокировать читы. Код 0, 1, 7, 3, 5, 0, 1, 1, 4. Чтобы использовать читы, используй кнопку F1, F2, F3. F1. Быстрый бег. Неуязвимость. Рыбак. Рыбака можно увидеть как и со двора дома, так и если выйти за двор к озеру. Его будет плохо видно, так как он сразу же после приближения будет уходить в свой дом с такой же скоростью, что и персонаж. Также в файлах игры есть его звуки. Дом рыбака. Рыбака. Находится слева от озера. Применяется в качестве превью в акте 3, который называется хоррор. Возможно действия акта 3 будут происходить именно там, где живет рыбак. Внутри же здание просто пустое. Озеро. Озеро находится за домом. В нем плавают рыбки и ничего особенного в нем нет, если бы не концовка, которую добавил разработчик. В ней главному герою нужно зайти в озеро и утонуть, чтобы получить шестую концовку с вот таким текстом. Закулисье. В закулисье можно попасть, если выбежать за двор и упасть за край карты. Там за нами будет охотиться неизвестное существо, похожее на паука под названием Слайм. Если оно нас поймает, Андрей проснется и это окажется сном. Вырезанные фразы. Их можно встретить при загрузке игры. Также они хранятся в файлах, и некоторые в итоге не дошли до релиза. Возможно они будут использоваться в следующих эпизодах, или же они были убраны по неизвестной причине. Скорее ко мне! Он здесь! Сюда! Вот смотри! Гена! С ним бесполезно разговаривать, неси ремень! Это точно не я! А что случилось? Нет, не видела. Пылесос. В игре есть пылесос, который находится в кладовке. Его можно было включить, на это намекают фразы мамы, а также звуки, которые сейчас проиграются. Кто включил пылесос? Этот пылесос не мог включиться сам! Нож. В файлах игры присутствует фраза матери про нож, который, по всей видимости, можно было забрать. Также есть второй нож, неиспользуемый в игре, у которого чуть другая текстура. Ой! А куда делся мой нож? Кто забрал мой нож? Вот еще несколько фраз родителей, которые были вырезаны из игры. Кто сожрал арбуз? Какой пес сожрал мои пельмени? Не понял. А где мои пельмешки? А! Кто сожрал мои пельмени? Что жило в жопе? Ёрзаешь туда-сюда. Ой, твою ж ты. Ты чего выключилась? Надо срочно открыть окно и проветрить. Концовка 7 из 8. Концовка, которую на момент записи ролика получить невозможно, или же ее никто не открыл. По задумке ее дают, если пройти игру с читами. Получил эту концовку только разработчик. Вырезанная концовка. Это концовка, в которой по задумке разработчика главный герой забирался на крышу, и должен был прыгнуть не на сено, а мимо него, чуть не сломав ноги. Разработчик, скорее всего, решил, что такая концовка будет неинтересна, или же просто опасна. Поэтому удалил ее. До сих пор в файлах игры есть реплика с персонажем по поводу этой концовки. Некоторые игроки ее считали ошибочно за концовку 3, но это оказалось не так. Секретный ключ. Находится в файлах игры под названием Item.KC. В игре его нет, и он никак не используется. Скорее всего, разработчик хотел сделать этот ключ для матери, чтобы она этим ключом открывала калитку. Или же вторая теория. Ключи нужно будет найти в будущих эпизодах для открытия двери дома рыбака. Птичка Робин. В файлах игры у птички, которую показывал разработчик в своем канале, имеется имя Робин. Возможно, с ней будет взаимодействие в следующих эпизодах, или разработчик дал ей имя просто так. Музыка на компьютере Андрея. В самых ранних версиях игры музыка на компьютере Андрея отличалась. В версии 0.100 разработчик показывал, что Андрей слушает музыку жанра бразильский фонг, а также песню группы фараона Black Simmons. Скорее всего, это была шутка, так как на музыке и песне авторские права. Кассета и кассетный плеер. В файлах игры кассета находится в разделе итемы, следовательно, ее можно взять. Но в самой игре ее нигде нет, как и кассетного плеера. Есть несколько звуков с ней, а также текстуры и подсказка. Возможно, они появятся в следующих обновлениях. I will kill you. Интересный звук, найденный в файлах игры. Скорее всего, это будущая реплика рыбака, которая будет использоваться во втором или третьем эпизоде. На этом все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите ваши комментарии, что я упустил. Всем хорошего настроения и до новых встреч.